Сначала я немножко напомню мотивацию. У нас первая мотивация – это редукция размерности обыкновенного дифференциального уравнения. То, что я имею в виду, это следующее. Давайте рассмотрим какое-то дифференциальное уравнение f от x. И x у нас принадлежит какому-то очень многомерному пространству, скажем, rn. Вот. И то, что нам хотелось бы сделать, мы хотели бы найти под многообразие, скажем, лямбда в rn, инвариантное. И идея состоит в том, что описать свойства динамики звездочка через динамику на лямбда. вот. И хотелось, чтобы это было, чтобы требуется… забываю русский, рабастность – это как по-русски? Грубость. лямбда по отношению к возмущениям уравнения звездочка. То есть, мы берем уравнение звездочка, находим у него какое-то инвариантное под многообразие. В моем случае я пишу некий режим. В случае диффузии Арнольда, пример, который будет обсуждаться. Это n равно 2k плюс 1 для любого k целого положительного. И лямбда – это диффиаморф на двумерному тору умножить на r. То есть, обычно можно сказать, что это цилиндр. То есть, удается какую-то очень многомерную динамику изучать при помощи динамики на трехмерном цилиндре. И давайте я свяжу со вчерашней лекцией. Если рассмотреть отображение за время 1, тогда лямбда пересечения с t равном нулю – это просто-напросто маломерный цилиндр. Тогда лямбда – это маломерный цилиндр. И динамика, ограниченная на лямбда, подчиняется теории обримазера. Лябда. ironing Toad Это значит, что мы берем дифференциальное равнение, а потом мы немножечко его меняем. Ну, допустим, добавили что-то не очень большое, и оказывается, что есть такие многообразия, что если мы векторное поле немножечко изменим, то многообразие немножечко изменится, но не исчезнет. То есть, объект, который возникает, более того, оказывается, что, по крайней мере, в случае диффузии Арнольда, этот объект, он вообще типичным образом возникает. Сначала давайте я расскажу, не все знают, что такое нормальное гиперболическое многообразие, да? Нет? Хорошо. Допустим, у нас есть лямбда, которая в РН, и это многообразие. Тогда это многообразие называется нормально гиперболическим. Если мы берем лямбда, берем касательное пространство к лямбда, и оно разбивается в сумму трех подпространств. Извините. То есть, я приведу пример через две минуты. А пока что я хотел бы сказать, что свойства этого разложения следующие. для любого вектора В, который принадлежит ЕС, когда мы берем нормальное гиперболическое многообразие, давайте я обозначу через Ф отображение за время 1. Пусть Ф из РН в себя это отображение за время 1 от обыкновенного дифференциального уравнения звездочка. Тогда то, что я хочу сказать, что если я возьму дифференциал этого отображения, применю к вектору В, возьму норму, то будет строго больше, чем некоторая лямбда умножить на В. Если существует такое разбиение, существует лямбда, которая строго больше единицы, для любого В, которое принадлежит ЕС стейбл, если мы возьмем дифференциал минус 1 от В, получим то же самое. Если мы возьмем супремум по всем В, которые принадлежат касательному пространству к лямбда, и возьмем дифференциал Ф, применим к В, то это должно быть меньше или равно, чем лямбда минус дельта умножить на В. Может быть, имеет смысл просто привести пример. Я надеюсь, что после того, как я приведу пример, пример нормального гиперболического многообразия. И примеры. Нулевой пример. Какое самое простое многообразие, которое существует? Точка. Точка. Давайте возьмем дифференциальное уравнение. x с точкой равно x, y с точкой равно минус y. Тогда что у нас происходит по горизонтали? По горизонтали у нас растяжение. И если мы возьмем отображение за время 1, то x от единицы равно... Чему равно? e на x от нуля. А y от единицы равен e в минус первой умножить на y от нуля. Очень часто стрелочки ставят вот таким вот образом. Значит, по этим направлениям мы сжимаемся, а по этим направлениям растягиваемся. Что в данном случае будет неустойчивым? Это называется неустойчивое направление. Это называется устойчивое направление. Что будет неустойчивым, а что будет устойчивым? горизонтальная что а вертикальная устойчивая то есть устойчивые направления это вдоль которых сжимается неустойчивые то вдоль которых растягивается и один раз слушал лекцию одного профессора который очень экспансивный и он объяснял что такое гиперболичность он говорил гиперболичность это когда вот поэтому вот это вот свойство говорит что в каких-то направлениях ты растягиваешься а в других направлениях сжимаешься а теперь давайте перейдем гамильтоновым системам и для гамильтоновых систем я хотел бы взять пример который я уже много раз писал на доске и я его снова напишу p с точкой равно синус q q с точкой равно p тета с точкой равно i i с точкой равно нулю и ну конечно для некоторых из вас давайте здесь попробуем найти нормально гиперболическое многообразие но перед этим я все-таки картинку нарисую картинка что вот у нас есть так так хорошо с для кого-то из вас это премиально кому-то очень много где у нас нормальный гиперболическое многообразие но сразу же обращу внимание на вот эту точку по периодичности эта точка эта точка это одно и то же а и что же у нас происходит вдоль а оранжевых направлений вдоль оранжевых направлений у нас все растягивается вдоль зеленых направлений у нас все сжимается и где же у нас получается нормально гиперболическое многообразие p равно q равно нулю это наше нормально гиперболическое многообразие и какая у него размерность может вы скажете какая у него размерность общая размерность пространство сколько сколько у нас 4 диверсида уравнение 4 а какая размерность под многообразие p равно q равно нулю 2 вот у нас ей возникло двумерная нормально гиперболическое многообразие и как а что это такое чему она дифиоморф на у нас я наверное пишу но ты-то и q у нас переменные на окружности поэтому это у нас цилиндр понятно вот а почему а меня это все так интересует оказывается что у нормально гиперболических многообразий у них есть свойства грубости и давайте я сформулирую соответствующую теорему понятно что означает свойства грубости я беру вот это дифференциальное уравнение что я должен с ним сделать чтобы проверить грубое у меня свойства или нет возмутить поэтому а если эпсилон мало то гамильтониан аж нулевое плюс эпсилон h1 имеет нормально гиперболическое многообразие лямбда эпсилон х1 близко к лямбда нулевому понятно то есть когда я возмущаю гамильтониан добавляя сюда эпсилон h1 то я по сути шевелю мои дифференциальные уравнения такие и оказывается что если я их немножечко пошевелю то многообразие немножечко деформируется но ничего страшного с ним не произойдет страшного означает что она не исчезнет это означает следующее вот я его сейчас нарисую это означает что можем рассмотреть зеленое многообразие лямбда эпсилон и можем посмотреть на касательные пространства и касательные пространства к зеленому многообразию должны быть близки к деле касательным пространством к белому нет 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 это сильнее хаусдорфов пространство в касательном расслоение и и и и если рис если можно можно сформулировать эту теорему вот так давайте сформулирую лямбда эпсилон дано графиком то есть есть функции п а от это ой эпсилон q от это ой эпсилон где тета и ой принадлежит цилиндру и п эпсилон и q эпсилон с 1 малый а можно вот для эпсилон равного нулю чему равны пэйки у нулю то что я говорю что когда эпсилон малу у вас есть график над соответствующим многообразием и и этот график описывается функциями которые не только малы но их еще производные малы это теорема она следует из каких-то достаточно общих принципов оказывается что если удается найти многообразие где выполнено это свойство а еще раз свойство состоит в том что динамика в центральном направлении она меньше растягивает и сжимает чем динамика в трансверсальном направлении то есть когда у нас есть этот цилиндр у нас есть динамика на цилиндре но я надеюсь что видно что динамика на цилиндре она не очень сильно растягивает у нас есть как бы какой-то небольшой снос полиномиальный вот а динамика в направлении п и q ты каждая как каждый раз ты растягиваешь ну может быть не в е раз но в какую-то в какую-то константу раз вот и давайте я сформулирую один способ которым можно вылавливать вот эти вот многообразия и этот способ называется изолирующий блок конли и и достаточно на мой взгляд идея очень простая но тем не менее для нас она оказалась важной в доказательстве давайте я рассмотрю векторное поле это x точка равно f от x x плюс принадлежит n-мерному пространству и по каким-то непонятным причинам я смогу разбить мое пространство на три части и это все принадлежит r u r s r c и давайте на секунду предположим что у меня есть дифференциальное уравнение u с точкой равно fu v с точкой равно fv и c с точкой равно fc это такое же самое дифференциальное уравнение и давайте предположим что выполнено следующее свойство и еще мне нужно одно обозначение мне нужно обозначение df от x которая является следующим здесь мы берем dufu dvf dvfu dc ffu d ufv dvf dvf dc vv duc duc fc duc duc fc duc fc duc duc fc вот и И дальше давайте я сделаю два предположения. Если бы мне хотелось думать об этом дифференциальном уравнении, как о более общей ситуации в сравнении с этим, то кто бы у нас был бы U, кто бы у нас был бы V, кто бы у нас был бы C? U от unstable, S от stable, C от центральный. Кто бы у нас был бы кандидатом, скажем, на C? Да, то есть C бы у нас было бы teta i, а потом U у нас было бы неустойчивое многообразие, и V было бы устойчивое многообразие. Я рассказываю про нормальное гиперболическое многообразие. Вот. Давайте теперь я приведу два типа предположений. Первое называется изолированный блок. И я вкратце говорил об этом условии. Я сначала нарисую, что должно быть. Допустим, вот этот, это у нас какой-то диск в неустойчивом пространстве. Здесь есть вопрос? Какой вопрос? Не знаю, это просто S на V заменили, не важно. А, смотри. Да, 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 я извиняюсь. Это мешает. Сейчас здесь S, а здесь U, да? А здесь S. Да. Вот. Давайте предположим, что у нас есть векторное поле, у которого есть центральное направление. Если сложно, забудьте про центральное, потому что условия только на устойчивое, и устойчивое говорит, что у нас векторное поле идет внутрь. Неустойчивое говорит, что векторное поле… Опять же, вертикальные и горизонтальные, они как бы устойчивые, и через них что-то должно сжиматься. А неустойчивые – это горизонтальные, и через них что-то должно растягиваться. То есть условие следующее, еще раз в любой размерности, то, что нам нужно, чтобы F, F, U скалярное произведение с U, F, S скалярное произведение с S, и какой же должен быть знак? Для F, U скалярное произведение с U, какой должен быть знак? Неустойчивое, оно выталкивает, значит скалярное произведение больше нуля. Устойчивое, они наоборот сжимают, поэтому скалярное произведение меньше нуля. И давайте для простоты я предположу, что центральное направление равно нулю на границе. Скажем на BU, BS умножить на границу BC. Оказывается, что только если знаешь это свойство, то уже есть инвариантное подмогообразие. Но для того, чтобы была единственность, нужно так называемое условие конусов. И условие конусов говорит, что давайте предположим, что D, U, F, U от X пусть больше или равно лямбда умножить на тождественную матрицу. D, S, F, S от X меньше или равно чем минус лямбда умножить на тождественную матрицу. И если мы возьмем сумму всех оставшихся, то она меньше или равна M. Понятно, что значит сумма всех оставшихся. Это значит, что я из этой матрицы выкидываю это и это. Вот. Тогда теорема говорит, что... Которая, кстати, очень просто доказывается. Я сейчас идею доказательства расскажу. Оказывается, что пусть M делить на альфа минус 2M. Пусть альфа больше, чем 2M. Тогда дифференциальное уравнение звездочка имеет нормальный гиперболический цилиндр. Имеет инвариантное множество. Имеет инвариантное многообразие. Нормальный гиперболическое. Инвариантное многообразие. Лямбда... И может кто-нибудь догадается, чему ему размерность равна. И размерность этого инвариантного многообразия равна... В общем случае, у нас, ну, как-то это, я бы сказал... Сори, здесь имеется в виду N, U, N, S и N, C. Понятно, чему размерность равна. Смотрите, давайте на секунду предположим, что мы в этой ситуации. Тогда у нас центрального направления вообще нету. В устойчивом направлении у нас есть какое-то сжатие. И если мы возьмем DU, FU, то что можно в качестве лямбды взять? E. Вот. А далее то, что я говорю, что свойство, которое получается, оно устойчиво к достаточно... Сейчас, подождите секунду. Сейчас. А, альфа и лямбда это одно и то же. Что свойство, про которое я говорю, оно выдерживает не просто малое возмущение, оно выдерживает возмущение, которое можно оценить. То есть, если вы берете векторное поле, у которого, скажем, здесь стоит лямбда, и здесь стоит лямбда, в маломерном случае, а сумма всех оставшихся коэффициентов меньше, чем лямбда пополам, то тогда ваше нормальное гиперболическое многообразие, оно выживает. Понятно? Формулировка. То есть, это немалое возмущение. И результат того, что это немалое возмущение, вы увидите через 3 минуты. Еще что я хотел добавить, что… А, я хотел рассказать, как эту теорему доказывать. Это вот идея Конли. Еще то, что я хотел добавить, что на самом деле можно оценить наклон этого инвариантного многообразия, и дальше вы увидите, что оказывается, что наклон этих инвариантных многообразий, он может быть… в случае диффузии Арнольда, может быть достаточно драматическим. Да. Можно я… Мне кажется, что чуть-чуть динамическую подготовку к аудитории… Хорошо. Конечно, конечно, давай. На самом деле, что такое… Что такое гипербортическая ситуация? Гипербортическая ситуация – это когда все расщепляется на одно направление, где притяжение в будущем, и другое, где притяжение в хорошем. В частности, такое дело вполне себе устойчиво, ну, просто потому что, как неподвижная точка сжимающего отображения, была бы малым возмущением и даже контролируемым возмущением не уничтожается. Если чихнуть на сжимающее отображение, оно останется сжимающим, и у него останется совершенно так же неподвижная точка. Гипербортическая включает в себя половину сжимающего отображения в будущем, половину в смысле размерности, часть размерности, а в части то же самое в прошлом. Точно так же выживает. Но это, конечно, тоже большое счастье, но этого тоже не всегда дают. А здесь происходит то, что встречается в реальном мире, или более встречается в реальном мире, когда есть еще часть направлений, по которым контроли нет. Они центральные. Но и вот, собственно, такая ситуация тоже выживает, более-менее по тем же причинам. И, собственно, условия, они более-менее тоже говорят, что мы в общем хотим сохранить по устойчивым направлениям сжатие в будущем, по неустойчивым сжатие в прошлом. Ну и если суммальная сила всего остального, это половина того сжатия, которое у нас сейчас есть, можно поверить, что так оно и будет. Все, Владимир, Я сейчас еще просто в том же духе попробую продолжить. Давайте предположим, что ns равно nu равно единице, и на секунду предположим, что центральное многообразие имеет размерность 0. Тогда есть такой метод в динамике, который называется преобразование графиков. Давайте я возьму просто-напросто график над горизонтальной прямой. И давайте я посмотрю на образ этого графика. Что должно произойти с этим графиком? Что у нас должно, что должно сделать векторное поле? Вот он стал каким-то таким, да? Давайте я обрежу концы. Это у нас был график 1. Это его образ график 2, да? Что будет, если я еще раз его проитерирую? Если я возьму гамма 2, что произойдет? Образ гамма 2. Векторное поле, оно снова растягивает, да? И образ гамма 2 будет что? Он будет торчать снова наружу. И оказывается, что из-за того, что мы все время как бы сживаем в вертикальном направлении, должна быть точка накопления. То есть мы итерируем, 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 что-то выплывает налево и направо, но внутри всегда что-то остается. Говоря математическим языком, образ графика после обрезания хвостов снова становится графиком. И дальше можно доказать, что соответствующее отображение в пространстве графиков имеет неподвижную точку. И эта неподвижная точка будет просто-напросто устойчивым многообразием. Это будет просто-напросто множество тех точек, которые в прошлом лежат в нашем квадрате. Я беру график, беру его образ. Оно что-то растянулось направо, что-то растянулось налево, но я же не разорвал график. Что-то должно остаться внутри. После этого я снова его итерирую. Что-то сползло направо, что-то налево, но внутри всегда должен оставаться график. Вот если в случае, когда у нас S с точкой равно минус S и U с точкой равно U, какой у нас получится инвариантный график? Понятно, какой получится? Вот у нас в устойчивом направлении все сжимается, и какая получится неподвижная точка? S равно 0. Потому что у нас в этом направлении все время сжимается. Но я же вам пообещал, что у вас и должно быть инвариантное многообразие. Давайте я возьму какой-то график вот так. В какую сторону мне нужно зеленый график итерировать? Вперед или назад? Назад, так ведь? Потому что если оно у меня вперед идет внутрь, то назад по времени оно идет наружу. Так ведь? Поэтому давайте я возьму этот график гамма-1 и возьму его образ. Что-то должно вылезти вниз, что-то должно вылезти вверх при обратной итерации, но внутри снова что-то должно остаться. И используя точно такую же идею, можно получается гамма-2, можно это итерировать, и в конце концов все сойдется к какому-то пределу. И в случае самого простейшего седла какой будет предел? Чему уровно? Удем. Потому что когда мы идем в обратном времени, то у нас ус сжимается все время. Так вот, оказывается, вот этих предположений уже достаточно. Мы не знаем, что внутри происходит, но этих предположений достаточно, и где же наше инвариантное многообразие? Пересечения. Правильно. Теперь я могу благополучно забыть, что размерности были один, потому что рассуждение еще раз. Образ графика снова график, образ следующего графика снова график, образ и так далее. После всех итераций доказывается абстрактная теорема неподвижной точки в пространстве графиков. она доказывается для горизонтальных графиков, потом доказывается для вертикальных графиков, и точка пересечения как раз является нашим инвариантным многообразием. Когда мы начали с моими коллегами исследовать эту идею для диффузии Арнольда, то нас ждал некий сюрприз. И давайте я это мне нужно. потому что для мало то гамильтониан имеет нормальное гиперболическое ногообужазие. Давайте я попробую рассказать вам про этот сюрприз. И для этого я хочу рассмотреть модельный случай. Пример. В этом случае мы сразу гарантированно знаем что-то еще про гладкость. Да. Но для того, чтобы что-то знать про гладкость должно быть какое-то соотношение между... По-моему в этом случае гладкость c1 а если лямбда больше чем 3m то тогда гладкость c2 а если чем 10m то тогда гладкость c9 то есть в зависимости от того какое соотношение. Пусть у нас гамильтониан h нулевое равно i в квадрате пополам и i это вообще говоря многомерная переменная пусть она находится в rn и я напомню уравнение движения θ с точкой равно i i с точкой равно нулю θ принадлежит n-мерному тору i принадлежит n-мерному пространству и дальше как как и полагается мне хотелось бы рассмотреть малое возмущение этой системы при помощи некоторого гамильтониана h1 и может быть давайте для простоты я рассмотрю первую итерацию к этой задаче пусть h1 от это просто равна сумма косинус тета и по-моему нужно взять логарифм да по-моему это для логарифмов нужно логарифм согласен согласен вот давайте рассмотрим вот эту модельную задачу вот нет на самом деле я хочу попроще модельную задачу давайте просто косинус 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 давайте попробуем угадать где у этого дифференциального уравнения может быть нормальный гиперболический цилиндр и для простоты пусть n равно 2 тогда давайте посмотрим какие же у нас получаются уравнения тета 1 с точкой i1 с точкой тета 2 с точкой i2 с точкой тета 1 у нас равно i1 тета 2 с точкой равно эпсилон умножить на синус тета 1 i2 равно i2 здесь просто напросто 0 где у этого дифференциального уравнения можно ожидать нормальный гиперболический цилиндр чем оно отличается от примера который я в самом начале сказал с маятником с маятником и ротатором понятно где здесь можно искать седловую точку видно чем оно отличается от того что я раньше писал там у меня было p и q помните давайте я напишу ps точкой равно синус q q с точкой равно p в чем отличие кроме того что p это i1 и q это t1 есть очень маленький параметр да так вот оказывается что для систем близких к интегрируем возникает следующая ситуация у нас как бы есть седло и у этого седла так уж получается что раствор порядка корень из эпсилон растяжение порядка единица плюс корень из эпсилон сжатие порядка единица минус корень из эпсилон это у нас по тета 1 i1 компоненте а по тета 2 i2 компоненте у нас просто-напросто интегрируемое движение эта система это просто пара из шариков которые крутятся по окружности не знаю флюгия чего угодно и маятника у которого видимо очень-очень большой углорствор судя по длину подвеса да очень большая длина подвеса то есть даже учитывая что у нас есть некоторая гиперболичность эта гиперболичность она очень маленькая и если вы смотрите на эти параметры то как бы они какое бы соответствие было с лямбда лямбда было бы это растяжение единица плюс корень из эпсиона а здесь лямбда все-таки алгоритм корень из эпсиона давайте теперь я вам попытаюсь объяснить сюрприз типичной ситуации это теорема которая доказана в статье с бюнаром извините возвращайся к этому примеру то есть если у нас есть пара этих отображений то маятник с длинной подвесом это ну в общем практически тоже маятник с длинной позиции это практически ну не аратарь конечно но эту штуку почти нельзя возмущать потому что лямбда не записала никакой не переворечить поэтому терем формально применимо фактически не очень ну в общем здесь нужно работать я просто покажу какое-то явление которое ну когда я его увидел мне было мне было приятно что ситуация не настолько тривиальная значит я немножечко совру но немножечко для типичного возмущения общение εH1 гамильтониан H0 плюс εH1 имеет нормально гиперболический цилиндр и имеет нормально гиперболический цилиндр и формула для этого нормально гиперболического цилиндра оказывается следующая i1 оно зависит от так чтобы вас не путать это у меня i1 это один компонента поэтому i1 как функция от тета 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 i2 ε тета 1 тета 2 i2 от ε имеется нормально гиперболический цилиндр который задается таким графиком и частная производная тета 1 по i2 имеет ограничено сверху сейчас правильно ли я частную производную написать одну секунду ттдп да все правильно так вот оказывается что вот этот у вас цилиндр он совершенно замечательный и у этого цилиндра какие будут тета 1 и i1 у цилиндра в этом случае тт1 равно понятно какой здесь где здесь цилиндр находится в этом случае в нуле так вот оказывается что в типичной ситуации из-за того что растяжение инфинтезиально мало возникает singular perturbation problem задача о сингулярном возмущении потому что когда мы берем маленькое возмущение интегрируемой системы то маленькое возмущение интегрируемой системы имеет маленькую гиперболичность после чего эту маленькую гиперболичность мы еще возмущаем и как Витя сказал вот эту вот маленькую гиперболичность возмущать нужно очень аккуратно иначе все рухнет и оказывается в типичном случае возникает то что мы называем помятые цилиндры второй пример это разминка перед общей ситуацией то есть H0 H0 I в квадрате ну вообще это для любого выпуклого гамильтоньяна но пусть H0 такой же как раньше давайте я напишу I в квадрате пополам это не имеет большого значения для любого выпуклого для любого даже гамильтоньяна с невырожденным гисяном это выполнено давайте я попробую нарисовать картинку картинка следующая есть какое-то место в фазовом пространстве здесь у меня живут тета-1 ай-1 здесь у меня живут тета-2 ай-2 так вот инвариантные цилиндры они имеют следующую форму зеленый вот он вот этот вот угол он порядка корней из эпсила Стас теперь можно и тебя позвать когда есть система близкой к интегрируемой то когда ты делаешь малое возмущение то если имеется гиперболичность она инфинтизимально малая поверх это инфинтизимально малая гиперболичность еще что-то бросается в гамильтоновую систему то же эпсилон тот же самый эпсилон да и вот эта вот теорема она как воздух нужна потому что нужно сравнивать числа 3 и 5 3 эпсилон и 5 эпсилон потому что гиперболичность порядка эпсилон и то что хочет убить гиперболичность порядка эпсилон и надо сравнивать константы перед эпсилон да надо сравнивать константы перед эпсилон и из-за того что сравниваешь контанта перед эпсилон, все время H1 хочет разрушить этот цилиндр. И то, что этому цилиндру нужно делать, ему нужно изгибаться. И это прямо мы строго доказали, что в типичной ситуации цилиндр существует как неподвижная точка какого-то абстрактного отображения, но этот цилиндр просто ужасный. Он может изгибаться на угол порядка корень из эпсилона. Я не помню, да, цилиндр эпсилона. Это вот по этой компоненте будет что-то O от единицы, а по этой компоненте, когда здесь меняешься на O от единицы, здесь меняешься на порядка, на величину порядка корень из эпсилона. И оказывается, на эти цилиндры нужно смотреть после растяжения вертикальной компоненты на единицы на корень из эпсилона. То есть есть некоторый скейлинговый режим, в котором эти цилиндры видны. И для того, чтобы делать этот скейлинговый режим, нужно подбирать специальную ренормализацию. Если я вот так вот растяну на корень из эпсилона, он станет с чем-то удобоваримым. Вот. Теперь... Ну, давай как бы я тебе скажу немножечко, где я соврал. Ну, на коллоквиуме я рисовал эти резонансные линии, если вы помните, и после чего как бы брал окрестности этих резонансных линий. Так вот, оказывается, что в тех местах, где две резонансные линии приблизительно одинакового порядка пересекаются, эти цилиндры могут быть разрушены. И они действительно могут быть разрушены. Оказывается, вот эта вот картинка, она... Есть конечное число проколов в каждой резонансной линии. И здесь вот такие вот мы их называем помятые цилиндры. Здесь помятые цилиндры существуют. А дальше происходит следующее. Вот это направление имеет свою гиперболичность. И это направление имеет свою гиперболичность. И когда они начинают соревноваться, никто не... Мы не знаем, кто из них может победить. И в этом месте этот цилиндр может быть разрушен, в то время как этот цилиндр еще живет. Вот. Ну, если честно, то насчет интуиции здесь сложно. Тут надо сначала как бы долго считать, а потом смотреть, какая интуиция правдива. Вот. Но... Ну, в общем, по крайней мере, я нарисовал картинку. Вот. И я еще раз повторюсь, что вот эта вот теорема, она позволяет строить гиперболические цилиндры, где как бы тот... Те члены, которые создают гиперболические цилиндры, они порядка эпсилон. И те, которые разрушают цилиндры, они порядка эпсилон. И нужно сравнивать соответствующие константы. Вот. И... Теперь я хотел бы закончить случай. Это обычно называется одинарный резонанс. И вот в одинарном резонансе мы на самом деле доказали диффузию Арнольда в любой размерности. То есть за исключением проколов, где по-настоящему хаос, нам удалось доказать диффузию Арнольда в любой размерности. Но если мы хотим строить траектории, которые плотно заметают фазовое пространство, то тут мы можем работать только в размерности 2. Я думал, может быть, мне прям без перерыва пойти в следующую... вверх. Вверх. Можно 2 минуты в перерыве почему-то сам? Ну, хорошо. Давайте на 3 минуты в перерыве, чтобы... Вот смотри, я изменил i2 на корень из эпсилон, а tt1 изменилось на единицу. Ага. Да, понятно. То есть оно и есть. То есть чуть-чуть так изменил и вот прямо изменилось драматично. Там появится то, что вот это означает момент из цилиндров или есть какие-то еще соображения на эту тему? Ну, когда делаешь перенормировку в вертикальном направлении, то естественная перенормировка это когда ты все растягиваешь на единицу на корень из эпсилона. В соответствии с... Да, то есть если вот эту штуку пронормировать на корень из эпсилона, получится что-то порядка единицы. Вот. Ну, они действительно такие. У меня даже есть картинка, которая... Это... Ну, это компьютер. загружать. Ну, в общем, это правильный порядок. То есть они реально вот настолько помятые. Мне интересно посмотреть на картинку. Я могу сказать, какую картинку человек численно сделал. Он, короче, взял фазовое пространство и после чего он сказал компьютеру, берешь траекторию и у тех траекторий, у которых положительный показатель Лапунова, ты отмечаешь желтым. у тех траекторий, у которых показатель Лапунова близки к нулю, ты отмечаешь зеленым. И вот в этих местах желтого было очень много. то есть там, где положительный показатель Лапунова в местах пересечения резонанса в маленького порядка оно вздувалось, после чего становилось маленьким. Вздувалось, после чего становилось маленьким. А то, как эта картинка это объясняет, эти цилиндры они помятые и траектории на них гиперболические. Так ведь? Цилиндр ведь нормально гиперболический. Это означает, что в направлениях трансверсальных к цилиндру идет растяжение и сжатие. И поэтому в трансверсальных направлениях к цилиндру есть гиперболичность. То есть есть вот это вот. И компьютер это видит. Не, я просто не очень правильно пока с картинкой. Если здесь зеленая, то есть здесь нулевая. Ну, здесь желтая тоненькая. А когда два пересеклись, стала толстая. Тоненькая, но тоже как бы ненулевая ширина. Ну, здесь как бы если здесь там 0.2, то тут 0.1, а здесь 0.15. То есть они же там все плотные. Я просто говорю, что в тех местах, где большие резонансы пересекаются, толстая, в тех, которых побольше, потоньше. Но тоже видна. А тоньше у нас как бы не портит жизнью, да? Ну, вот это вторая лекция, как жить на свете, если портит. нет. Нет, вы говорите, что два резонанса, они намного портят жизнь, а вот три резонанса они уже не портят. Три резонанса, это два резонанса в размерности 2, потому что резонанс это прямая в пространстве действия, пространство действия двумерное. Другой резонанс, это тоже прямая, присещение двух прямых это точка. в большей размерности это не точка, это отрезок. Нет, я надеюсь, что как бы у нас а, ну да, понятно. Это 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 n равно 2. Вы просто имеете в виду, что то есть нам портит жизнь любое пересечение или пересечение только с достаточно большой шириной? С достаточно большой шириной. С рациональной прямой с маленьким k. То есть каждый рацион... непосредственно это отличие здесь желтого между пересечениями. Да, да, да. Вот мы накалок имеем цилиндры, которые были торы и еще кантеровские множества странные. Вот цилиндры это вот эти цилиндры, а торы и кантеровские множества это эти торы и кантеровские множества, которые получаются, если примите к ним теорию, которая была обримазерами. точно. То есть если не удается доказать, что множество обримазера внутри цилиндров, то они могут быть очень гадкие. А нам удалось доказать, что они внутри цилиндров, и тогда они хорошие. И вот такие, как на второй лекции. Вот. Как кантеров... Ну-ка, множество донжуа. Вот. То есть оказывается, множество донжуа, они живут в сколь угодно большой размерности, но для того, чтобы их увидеть, нужно сначала цилиндр построить, а потом доказать, что они лежат внутри цилиндра. Вот. А цилиндр нужно строить при помощи вот этих изолирующих блоков. Вот. Хорошо, все равно подумал. А? Все равно подумал, что хорошо стало. Извини, что я опоздал, я сбежал. Тустац, ну, камон. Ты во-первых... Ну и как, удачно ты с ним помирился или нет? Я удачно поговорил вовремя вообще. Вовремя, в смысле, еще они не отдали никому это здание, да? Нет, пока не отдали, но еще никому ничего не раздавали. Но вообще, пока все в этом контроле. Продолжение следует изводит электрический зал, поэтому почти все. Но для двух пусков, которые мне не нравится, и вот, которые нравится. Потому что пока все контролируется. Вот это и правильно. Да. А. 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 хаос. Правильно? В почти интегрируемых системах и двойные резонансы. А. После этого я хотел бы вам рассказать про цветочные, цветочные, простые, цветочные простые цилинды и свойства поцелуя. А. Значит, я по-прежнему изучаю диффузию Арнольда, когда у меня гамильтониан – это i в квадрате. Я хотел бы предположить, что n равно 2, потому что в старшей размерности задачу на данный момент я не умею решать. И давайте допустим, что h1 – это просто-напросто некоторая функция θ1, θ2. И я напомню, что моя цель – это строить вот это у нас пространство действий. Я напомню, что у меня θ с точкой равно i, i с точкой равно… прибавить ε, а здесь у нас минус ε d θ от u. u – это обычно называется потенциал. Я напомню, что когда я как бы строю диффузию Арнольда, то обычно для того, чтобы строить диффузию Арнольда, нужно научиться ходить по соответствующим резонансным линиям. И для простоты давайте я посмотрю резонансную линию i1 равно 0 и резонансную линию i2 равно 0. И давайте предположим, что я вас убедил, что я могу ходить здесь и могу ходить здесь. Вот при помощи помятых цилиндров. И совершенно естественно, если хочется ездить по дорогам, то неплохо бы научиться делать повороты. А именно хотелось бы каким-то образом, скажем, пройти начало координат. И давайте посмотрим, что же у нас происходит в начале координат, чему равна скорость в начале координат. Почему? Нулю. 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 Видите, в начале координат скорость маленькая и ускорение маленькое. Давайте я рассмотрю перемасштабировку времени. Это действительно просто-напросто все ускорить. И это... Ой, извините, в минус первый. То, что это преобразование делает, оно берет окрестность размера корень из эпсилон и растягивает ее на величину порядка единицы. И здесь я просто прошу поверить, что если я перенармирую время, то по отношению к новому времени у меня получится следующая система. То, что я рассказал, что вот когда строится диффузия Арнольда, то то, что я на прошлой лекции рассказывал, это как бы как ходить, когда есть инвариантные цилиндры. И оказывается, что инвариантные цилиндры, цилиндров нет, где две равнозначные прямые пересекаются. И то, что мы рассматриваем, рассматриваем... К, К, К очень похожие. К, в смысле, я знаю, К. И простейший модельный пример, когда у нас есть горизонтальная прямая, где, скажем, горизонтальная скорость 0 и вертикальная прямая, где вертикальная скорость 0. И нужно научиться проходить места, где горизонтальная и вертикальная скорость очень малы. И то, что я говорю, что в местах, где и горизонтальная, и вертикальная скорость очень малы, можно сделать перенормировку времени, потому что если… Эти места вообще слишком много, они реально мешают. Не обойдешь, да. Вот. И то, что я хочу сказать, что в тех местах, где скорость маленькая, есть места, где скорость и ускорение соизмеримы. И после перенормировки мы получаем просто вообще произвольную гамильтоновую систему, так называемую механическую систему. То есть вот в этом случае, чтобы уже не нагинаться, гамильтониан, мы его называем перенормированным, он имеет вот такой вот вид. Я всегда путаю плюс и минус, по-моему, с плюсом. Вот. На самом деле то, что произошло, произошло очень важное событие. Всегда, когда, по крайней мере, когда я начал думать над этой задачей, я всегда думал, что если начинаешь с системы, которая близкая к интегрируемой, то ты можешь пользоваться близостью к интегрируемости и из этого чего-то выжимать. Так вот, здесь после перенормировки получилась просто произвольная гамильтоновая система. Никакой близости к интегрируемым просто нет. А для произвольной гамильтоновой системы, ну это почти так же плохо, почти так же плохо, как произвольное дифференциальное уравнение. Вам кто-то дал произвольное дифференциальное уравнение и говорит там, найдите в нем какие-то траектории. И как бы впору немножко загрустить. Вот. И то, чем я сейчас буду пользоваться, я буду пользоваться объектами, которые для гамильтоновых систем существуют всегда. И то, что я сейчас делаю, я построю цилиндры, казалось бы, из ничего. И, ну это действительно реально, вот когда смотришь на численные эксперименты, вот в этих местах, где равнозначные прямые пересекаются, там совсем худо. Ну сначала мне нужен какой-то набор фактов, которые известны. Значит, первое, я напомню, что когда у нас есть гамильтоновая система, то поверхность энергии инвариантна. Давайте я также предположу, что у от θ больше или равно нуля, у от нуля 0, у от θ больше нуля, если θ не равно нулю. То есть давайте предположим, что у моей функции есть один единственный минимум, и вторая производная в этом минимуме, она строго положительна. Ну это некий, я предполагаю, некий типич, что некое свойство типичности выполнено. Так вот, оказывается, что когда есть такой принцип, называется принцип моперти. Мне сейчас вы видите забавную вещь, принцип моперти. Я не знаю, как оно по-русски пишется. Принцип следующий, мы берем орбиты. Так? Да, так есть. Аминоперти. Ну, по-английски через А. Ну, по-английски через А. Но это как с Абри. По-английски Абри, а по-русски Абри. Оказывается, что орбиты гамильтоновой системы на поверхности энергии, это то же самое, что геодезически. Это то же самое, что геодезически на двумерном торе для следующей метрики. И метрика, как вы можете догадаться, она не называется метрикой моперти. Она называется метрикой якоби. Сейчас это поплотнее напишу. Ру е от тета равно корень из 2 е плюс ю от тета для тета. То есть, когда я думаю про гамильтоновую систему, то оказывается, что про гамильтоновую систему можно думать, как про геодезический поток, у которого некая деформированная метрика. Но в этом месте я чего-то забыл. Мне интересно, вы увидите, чего я тут забыл или нет. Это все на уровне старших классов. По-моему, если ты пишешь, что в гамильтониане у с плюсом, то там я хочу переписать у с минусом. Потому что кинетическая энергия – это полная минус потенциально. Сейчас, подожди. H равно K минус U. Плюс U, потому гамильтониан – это полная энергия. H минус U. А с минусом он был и Ганчжан. Подожди, давай я, может, посмотрю. Но проблема не в этом, но я все равно посмотрю. Когда эта скобка определена? Мы чего-то вычитаем. Не, ну, значит, я тут что-то напортачил. Тут должен быть плюс. По крайней мере, вот в этих обозначениях тут должен был плюс. Хотите? Хотите, я здесь минус поставлю? В принципе, меньшего действия, поэтому… Вот тут должен быть плюс. Я, значит, тут ошибся. Всегда ли этот корень квадратный определен? Нет, конечно. Нельзя заходить в область… Классическая частица не может пойти туда, где потенциальная энергия больше, чем ее текущая полная энергия. Вот в этом, собственно, и проблема. Проблема заключается в том, что нам нужно исследовать все метрики Мопюрти, которые не вырождены, и одну, которая вырождена. А именно, я сейчас попробую объяснить, в чем задача, но когда E равно нулю, эта метрика имеет вырождение в минимуме U. И в этом точности и заключается проблема. Сначала я попробую объяснить, что же я ищу. Цель – это построить траектории. Простроить траектории. Я немножечко обманываю, я скажу, в чем построить траектории с начальной скоростью. Приблизительно 10 в десятой – ноль. И конечной скоростью. 0, 10 в десятой. То есть, здесь произошла некая перенормировка. И там я говорю про перенормированной скорости. Так вот, если я здесь возьму точку, вернее, здесь возьму точку с координатами 10 в десятой умножить на корень из эпсилон, это я вхожу в опасную зону. А если я возьму вторую скорость, то я буду 10 в десятую умножить на корень из эпсилон уже на этой оси. Поэтому мне хотелось бы построить траектории, которые сначала очень быстро вращаются в горизонтальном направлении, а в самом конце будут очень быстро вращаться в вертикальном направлении. вот, не знаю, понятно, нет? То есть, сначала у меня есть траектории, которые с огромнейшей скоростью вращаются в горизонтальном направлении, после чего чего-то там, и они с огромнейшей скоростью вращаются в вертикальном направлении. Сейчас, да, правильно. А скорость огромнейшая, потому что мы время перенормировали. Точно, точно. То есть, в обычных переменных она маленькая, но в перенормированных она очень большая. Давайте посмотрим, что же у нас происходит, когда у нас скорость огромная. Когда у нас скорость огромная, то потенциал на самом деле мало на что влияет. Он как маленькое возмущение. Так, кинетическая энергия огромная, значит, она сильно доминирует потенциальную, и все хорошо. Но когда у нас скорость уменьшается, то все становится не так хорошо. Но объект, который всегда существует для геодезического потока, это следующий. Давайте я возьму целый класс гомологии. Это просто-напросто кривую, замкнутую кривую на двумерном торе. И давайте в этом классе гомологии я возьму минимальную траекторию геодезического потока. Это минимальная геодезическая метрики Мопертит. Сейчас, а это имеется в виду, что мы смотрим на один из цилиндров? Их еще пока нет. Ну, это имеется в виду тех, которые у вас существуют для один. Да, вот в 10-10-й вот этот цилиндр, он соединяется с помятым. И на что? Ну, кто с другой метр, по-на-чему мы раскладываем? На двумерном торе. Вот у нас есть две... Ну, это у нас пространство действий, а тор он в конфигурационном пространстве. Это у нас есть углы Т, Т и действия Ай. Мы изучаем поведение в конфигурационном пространстве, в пространстве углов. То есть, он вновь вверх? Ну, это где Ай живут. А у каждой Ай есть свой Т. То есть, у каждого действия есть свои углы. И здесь мы пробуем понять, как углы меняются. То есть, вот как у дифференциального уравнения есть как бы поведение углов и есть поведение действий. Вот это компоненты дифференциального уравнения дают эту картинку. Но то, что мы там изучаем, это эта картинка. Вот. Так вот, что же я делаю? Дайте мне как бы поверхность энергии и дайте мне класс гомологии. В данном случае, если у меня есть горизонтальный класс гомологии, то в горизонтальном классе гомологии я всегда найду минимальную геодезическую. Это как когда вы берете бублику. У бублика всегда есть место, где он самый тоненький, скажем, в этом направлении, и самый тоненький в перпендикулярном направлении. То есть, картинка такая. У нас есть двумерный тор. И если мы возьмем класс гомологии 1.0, то вот у нас будет минимальная геодезическая в этом направлении. 1.0.e. А если мы возьмем класс гомологии 0.1, то у нас есть минимальная геодезическая с классом 0.1. Нет. Нет, она не единственная. Но она почти единственная. Оказывается, в типичном случае есть конечное число энергии, для которых минимальных геодезических 2. И есть бифуркации. Но давайте я на секунду забуду про бифуркации. Давайте я скажу. Оказывается, типично соответствующее минимальное геодезическое и гиперболическое. И давайте я начну складывать эти геодезические. Сейчас у нас есть, грубо говоря, две для одной образующей, две для другой образующей. Нет, нет, нет. У нас есть одна для одной образующей. И иногда их бывает две. Потому что если ты мне дашь две геодезические одинаковой длины, я одну из них дерну, и другая станет покороче. Гарму Граева у функции взятой с потолка точка глобального минимума. Я понял, да. Точно. Теперь давайте посмотрим, что же я здесь... Теперь давайте посмотрим, что же я здесь делал. Я знаю, что мои минимальные геодезические, они существуют всегда. А теперь я беру их, как бы прикладываю одну к другой. Прикладываю, 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 прикладываю. И до тех пор, пока энергия положительна, объединение этих геодезических будет в точности... В каком цилиндр? Цилиндр. Или дефиоморф на цилиндру. Так ведь мы просто-напросто берем потерями неявной функции. Они на этих траекториях не вырождены, гладко меняются по параметрам, и поэтому у нас получается цилиндр, который является объединением этих геодезических. И просто поверьте на слово, что он гиперболический, потому что каждая из траекторий гиперболическая. Но то, что мы должны сделать, мы должны подойти к месту, где метрика вырожденная. Сейчас, можно... Почему каждая из траекторий гиперболическая? А? Почему здесь каждая из траекторий гиперболическая? Это надо доказывать. Ну, у нас там, не знаю, 10 страниц доказательства. Для типичной метрики или для типичного потенциала все минимальные геодезические на поверхностях энергии, они оказываются невырожденными. Вот. Наверное, Витя видит, в чем проблема. В чем проблема, когда энергия стремится к нулю? Когда энергия стремится к нулю, что у нас происходит с метрикой в начале координат? Вырождается. Она вырождается. Поэтому нам нужно исследовать, как вырождаются геодезические, когда метрика вырождается в одной точке. Ну, в общем, сейчас я нарешу лему, которая скажет, что не совсем. В типичном случае... А ты когда у Ильяшенко учился, ведь ты занимался теорией бифуркации, нет? Ну, нет. Знаю в той степени, в которой положено, но... Ну, тогда ты сейчас порадуешься. Потому что, когда я увидел эту картинку, я просто это... Я вспомнил, что я делал в молодости. В типичном случае, когда мы берем предел геодезических и смотрим предел при И равном нулю, я еще раз повторю проблему. Для каждой положительной И это настоящая метрика, а когда И стремится к нулю, это ноль и это ноль. И в начале координаты у нас появляется вырожденная метрика. Это одна точка на той. Вот как ты увидишь, вокруг нее все и танцует. Подожди, стоит сумма квадратов. То есть, фактически это... Плохо дело. Сейчас покажу. Сейчас. А я не понимаю. Да не держу это. Ну, хорошо. Не вижу плохие знания. Ну, сейчас увидишь. Ну, хорошо. Какие гипотезы? Во что может вырождаться геодезическая, если она подходит... Давайте... Подходит... Давайте... Сейчас, одну секундочку. Давайте я сначала скажу. Всем понятно, если мы берем минимум потенциала, то для гамильтоновой системы что у нас в начале координат? У нас есть скорость 0 и потенциал равен 0. То, что в начале координат? Я просто нарисую картинку. В начале координат будет седловая точка. И причина, по которой я в каких-то местах стрелочки одной длины рисую, а в каких-то стрелочке другой длины, оказывается, что по каким-то направлениям... Ну, локально дело обстоит так. U1 с точкой равно λ1 U1 U2 с точкой равно λ2 U2 S1 с точкой равно минус λ1 S1 S2 с точкой равно минус λ2 S2 И λ1 меньше, чем λ2 меньше, чем 0. В начале координат есть седло. И у этого седла в типичном случае разные показатели Ляпунова. Ну, хорошо. Это подсказка. А что... Куда же может геодезическая рождаться? Честно, а почему это вообще заходит... Почему, если на то и одна такая плохая точка, почему вообще через нее окажется выгодным идти геодезически? Ну, сначала я такой иррациональный довод приведу. Понимаешь, наша цель начать с горизонтальных движений и закончить вертикальными. Да. И это процесс не непрерывный. Да. Ты хочешь сказать, что она должна покрутиться вокруг? Нет, я хочу сказать, что в какой-то момент надо остановиться. И остановиться в двух смыслах. Один смысл – это траектория остановится, а второй смысл – это ты остановился, чтобы подумать. Да. Ну, хорошо, я нарисую картинку. Оказывается, она может либо ничего не происходит, либо пусть вот это гамма-H нулевое, либо гамма-H нулевое – это просто геодезическое. Да. Я не понимал, почему в этом случае не есть... Сейчас, еще геодезическое, не проходящее через ноль. А, интересует нас. Да. Либо гамма-H нулевое проходит через ноль. Теперь вспомним молодость. Что такое траектория, проходящая через ноль? Ну, политикл. Гаммоклиническая траектория. Тогда гамма-H проходит через ноль и является гаммоклиникой. гаммоклинической орбитой. Всем понятно, что значит гаммоклиническая? Это значит, что она выходит из нуля и возвращается в ноль. что я уже убил не динамическую часть аудитории, да? Очень лучше такое гаммоклиническое орбит. Я, честно говоря, не ваше. Ну вот, оказывается, есть... Ну да, есть третий вариант. Она, оказывается, может накапливаться на две траектории. На две гаммоклинические траектории. На одну накапливается, так сказать, большая часть? Ну, на одну, скажем, три раза. Вдоль одной прокручивается три раза, а вдоль другой прокручивается два раза. А вот это уже нетипично. Ну, давайте, я просто нарисую эти цилиндры. Почему у нас, в общем, у меня такая седловая точка? Что-что? Почему у нас у меня такая седловая точка? Ну, вот эти, как бы, всегда в минимуме потенциала неустойчивая седловая точка. Есть, ну, да, я к нему это объясню. Смотри, что такое у тебя выраженная нейротическая поверхность? Это, на самом деле, значит, что ты работаешь с точкой, которая есть максимум, то есть, с точки зрения эггентурной динамики ты берешь максимум потенциала, который, как мы знаем, из теории МОС переводится к сумме квадертов, то есть, ты об этом можешь думать как о паре-майке, у каждого из которых тебя интересует его верхний неустойчивое положение она есть, потому что она там максимум потенциальная она. Одно, каждый из мальек тебе дает седло, а вот тебе произведение двух седлов. давайте я этот случай вообще не буду рассматривать, тут никакого вырождения не происходит, этот случай назовел простым, а этот случай назову цветочным. по-английски он flower, поэтому по-английски не так глупо звучит. Ну, так вот, картинка оказывается следующая, вот это у нас гамма H и где и не очень маленькая и оно постепенно в какую сторону я бы хотел вращаться, давайте в эту сторону, и оно постепенно вырождается в траекторию, которая является гомоклинической и вот это вот как бы объединение, оно, к сожалению, еще не является многообразием и причина, оно не является многообразием, видна на картинке маятника, когда у нас энергия положительна, то мы, по сути, взяли все, что лежит здесь, а нам хотелось бы построить нормально гиперболическое многообразие. Для того, чтобы оно стало многообразием, нужно к нему добавить полосочку снизу и его зеркальное отражение. Давайте я другой картин возьму. Этот шлейф, он как бы у нас много крови попел. Многообразия не получалось. Вот. Значит, что же я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что в этой формуле я хотел бы взять объединение до нуля с плюсом. Теперь такое простое замечание. Когда в механической системе обращаешь скорость на противоположную, то все те же самые траектории существуют, они просто в другую сторону идут. Поэтому это геодезические, которые, грубо говоря, идут слева направо, а это их симметричное отражение, которые идут, я сказал, слева направо, а эти справа налево. Здесь, наверное, напишу, нет, все-таки я напишу минус h. Минус h может быть видно. И мне нужно добавить то, что называется полоска. И это траектории те, которые энергия отрицательная, но они существуют. Минус дельта. И построение этих траекторий очень даже в духе теории бифуркации. Нужно взять нормальную форму, нужно рассмотреть какие-то отображения последования, нужно излучать свойства этих отображений последования, извлекать какие-то регулярности. То, что я утверждаю, что это объединение это C1 гладкий нормально гиперболический цилиндр. То есть вот эта добавленная филетовая слуха уже не имеет значения геодезического нормального а? Да. Они совсем не геодезические, но они орбиты гамильтоновой системы. А теперь оказываю, теперь это простой случай и это простой случай. Может быть, кто-то догадается, что же происходит в непростом случае. вот допустим у нас вот это H1 а вот это H2. То, что же произойдет в цветочном случае? Что говорится, что геодезическое накапливается на что? В цветочном случае на что она накапливается? На два лепестка. А что же значит, что она накапливается на два лепестка? И по мере того, как она накапливается на два лепестка, она становится очень-очень такой. Я не знаю, понятно или нет. Ну, короче, у нас получается двухлепестковый цветок. Это у нас один лепесток, а это другой лепесток. И от этих двух лепестков растет геодезическая. А теперь можно или N1 или N2 взять неравным единице. И вообще говоря, в общем случае существуют лепестки вот такие. Может быть три лепестка с этой стороны и два лепестка с другой стороны. Вот. Теперь я скажу, что такое свойство поцелуя, я извиняюсь, наверное, нужно иметь подготовку в динамике, чтобы понять. Все эти цилиндры касаются слабоустойчивого и слабо неустойчивого многообразия. то есть отвлекусь от терминологии, представьте, у вас в четырехмерном пространстве два двумерных многообразия. И в типичной ситуации два двумерных многообразия в четырехмерном пространстве касаются вдоль двухмерной плоскости. Ну, нехорошо. Как это два двумерных многообразия в четырехмерном пространстве типичным образом касаются вдоль двумерной поверхности. Ну, а если знать, как бы, причина состоит в том, что вдоль сильных направлений существенно сильнее все сжимается или растягивается. и сильные направления они убивают трансверсальную компоненту. Ну, то есть, все кривые, входящие в узел с несовпадающими собственными значениями, они все касаются сильного направления. То, что Витя говорит, это, что я картинку нарисовал нарочно так. Траектории не так входят, они должны входить вот так, потому что в этом направлении они существенно сильнее пересекаются. А теперь некое такое небольшое чудо. Если это нормально гиперболическое многообразие и это нормально гиперболическое многообразие, то их инвариантные многообразия должны пересекаться трансверсально в маленькой окрестности нуля. потому что то, как оранжевое растягивает и сжимает в трансверсальном направлении, это то же самое то, как зеленое сжимает в трансверсальном направлении и поэтому должно быть устойчивое пересечение желтого и зеленого и оранжевого цилиндра и поэтому можно перепрыгивать с зеленого цилиндра на оранжевый. Вот. Ну, это для динамической аудитории было такое замечание. Ну, в общем, то, что здесь удалось построить, удалось построить нормально гиперболические цилиндры для любой механической, для любой типичной механической системы. И основная идея построения это, что эти цилиндры, они строятся с минимальных геодезических плюс еще что-то. И вот это еще что-то нужно аккуратно выбирать. Если правильно добавить еще что-то и добавить не геодезические метрик маперти, то все это вместе даст некий нормальный гиперболический цилиндр, к сожалению, минус шара, минус шар, вот. И вот эти вот нормальные гиперболические цилиндры позволяют путешествовать с одной резонансной линии на другую. Еще раз повторюсь, это в мире хаоса, то есть когда берется абстрактная гамильтоновая система, там очень много хаотических траекторий. То есть в мире хаоса нам удалось найти островок детерминизма. То есть для нас детерминизм это то, что нам удалось построить инвариантные цилиндры. Мы знаем через какую точку они проходят и мы знаем какой плоскости они касаются. И это будет то место, где мы будем менять направление движения. Ну в общем все наверное. А вот этот зеленый? а этот оранжевый. А эти обувь фиолетовые, потому что они не из геодезических состоят, но из орбит. Вот. А те, которые цветы... Мы пробовали картинку нарисовать статью, но те, которые цветы так и не потянули. как бы... То есть в статье есть картинка с... Цвета, насколько я помню, другие, но простые цилиндры там нарисованы, а для непростых мы, по-моему, только одну такую траекторию нарисовали. Потому что для непростых... Ну, на самом деле, я не знаю, может, кому-то и очевидно, но я, если честно, думал, как можно 3-5 лепестковых цилиндров запихнуть в 4-мерное пространство, но потом все-таки понял, что, ну, можно, можно, противоречия нет. Но для этого, к сожалению, нужно на универсальную накрывающую выходить. Вот. Ну, есть цветочные цилиндры, хотя, как бы, и так тесновато им там. Вот. Ну, возвращаясь, как бы, к глобальной схеме рассуждений, все диффузии строятся вдоль цилиндров, на цилиндрах у нас живут множество Абримазера, про множество Абримазера мы много чего знаем, поэтому, как бы, там, 80% успеха это понастроить достаточное количество цилиндров, после того, как строятся эти цилиндры, изучаются их свойства, изучили их свойства и засунули туда множество Абримазера, и по вот этим множествам Абримазера идет диффузия. Вот. Ну, я не рассказывал, как можно прыгать с одного множества Абримазера на другое, можно. И вот та картинка, которую я рисовал с вот этими вот торами, с этими кантеровскими множествами, как на них перепрыгивать с одного на другое, есть некая техника, которую развил сначала Фати, а потом Бернард, она использует слабую КАМ-теорию, и она в достаточно общей ситуации позволяет перепрыгивать с одного кантеровского множества на другое. Вот мы научились бегать по один резонансам, мы что-то что происходит в маленькой окрестности два резонанса. Вот в маленькой окрестности два резонанса, это мы приходим с высокого расстояния по зеленому цилиндру, идем-идем-идем-идем, перепрыгиваем на оранжевый и идем в другом направлении. У нас как бы это все происходит в очень маленькой окрестности, потому что мы эти, все-таки, ну то есть у нас же вот эти один резонанс один существует только в отделе отделенной этой маленькой окрестности, но у нас один не видно. Ну то есть с картинки для один резонанса попасть в эту. Да, картинка с одного резонанса переползает в эту. Ну это то, про что я говорил, что когда у нас скорость очень-очень высокая, с очень-очень высокой скоростью, это очень маленькое возмущение, это почти одинарный резонанс. Когда двигаешься с очень большой скоростью, то возмущение потенциалом порядка единицы ведет к движениям близким к интегрируемым. это нужно как нужно додумывать. Я не думаю, что это очевидно. Но это можно додумать. Спасибо за ваше терпение, за ваше мужество. Благодарим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ